Здравствуйте! Магнитогорская времечка начинает свою работу в прямом эфире. Телефон студии 24 55 11. Через минуту начнем принимать ваши звонки и вот о чем сегодня поговорим. На этой неделе все россияне были просто в шоке от новости из Новосибирска. Затмить ее не могли даже сообщения об успешных бомбардировках российскими ВВС, баз террористов ИГИЛ. 2 октября три пятилетние девочки в детском саду отравились собственноручно приготовленным супом из спайса. Дети играли в кухню и готовили суп. Вот в это блюдо одна из воспитанниц детсада добавила пакетик неизвестного порошка, принесенный из дома. Затем дети решили попробовать то, что получилось на вкус, после чего почувствовали себя плохо. Девочек доставили в больницу, а следователи организовали проверку по факту случившегося. Но специалисты проанализировали вещество, которым отравились дети. Им оказался достаточно распространенный спайс группы карбоксамидов. Медикам удалось определить наиболее эффективную тактику для лечения отравившихся детей. Они чувствуют себя сейчас уже хорошо. Уже в лечебном учреждении одна из девочек призналась, что нашла наркотики возле своего дома и принесла в детский сад. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Подобное может случиться и у нас. Спайс из нашего города никуда не исчез. Ровно год прошел с тех пор, как в народной программе поднималась эта тема. Сегодня вновь есть опасения возникновения наркотического бума. Так ли это? Пытаемся разобраться сегодня вместе с вами, друзья. И сегодня предлагаем вам ответить на вопрос в вашем окружении, есть ли наркоманы. Не обязательно это какие-то близкие ваши родственники, я не знаю, но может быть соседи, знакомые. Соседи могут докучать вам запахом из квартир своих. Дозванивайтесь по телефону 24 55 11. Актуальна ли эта проблема для вас? Видите ли вы результаты борьбы с распространителями незаконными наркотических средств? Ждем ваших звонков и давайте проведем это времечко вместе. В течение последних трех лет на уровень наркотизации населения города значительное влияние оказывает переориентация наркорынка с ранее известных видов наркотиков на синтетические психоактивные вещества. За 9 месяцев текущего года медитогорскими наркополицейскими ликвидированы деятельности 17 крупных преступных групп. Участники указанных группировок осуществляли поставку, изготовление и избыт наркотических средств на территории города. Четыре уголовных дела возбуждены по фактам контрабанды наркотических средств. В первых числах октября ликвидирован канал поставки героинов на территорию города. В ходе задержания у преступников изъято порядка 100 граммов высококонцентрированного героина. Из него участники преступной группировки могли бы изготовить порядка 9 тысяч условных доз. То есть раза в доз. Всего с начала года наркополицейскими областями из незаконного ворота изъято порядка 126 килограммов наркотических средств. Из них 100 килограммов – это синтетика. На долю магнитогорских наркополицейских приходится 10 килограммов наркотических средств, значительную часть которых составляет концентрат для изготовления курительных смесей. В Ленинский районный суд города Магнитогорска направлено уголовное дело в отношении шести участников преступной группировки, которые организовали сбыт курительных смесей на территории города. Возраст участников не превышал 30 лет. Один преступник работал поваром, ранее был судим. Остальные были безработными и ранее не судимы. В состав группы входила даже девушка, студентка первого курса. В момент задержания у наркопреступников изъято 600 граммов концентрата для изготовления курительных смесей. Это составляет порядка 600 тысяч условных доз. Была задержана группировка. Организатор «Молодая женщина» вовлекла в незаконную деятельность подростка. Девушке 16 лет было. Подросток выступал в роли поставщика наркотиков из Челябинска в Магнитогорск. Девушки задержаны. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Если имеется какая-либо информация, связанная с законным оборотом наркотиков, просьба обращаться по телефону доверия Магнитогорского наркоконтроля. Это 27-92-19. Магнитогорская времена в прямом эфире. Сегодня предлагаем вам ответить на вопрос в вашем окружении, есть ли наркоманы. Дозванивайтесь по телефону 24-55-11 и рассказывайте. В июне этого года руководитель Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов заявил, что число наркоманов в России увеличилось по сравнению с советскими временами в 146 раз. В конце 80-х годов количество наркоманов исчислялось цифрой в 50 тысяч человек. Можно сказать, что наркомании не было. Сегодня их 7 миллионов 300 тысяч, заявил Иванов. Отметив, что в последнее время наметилась тенденция к снижению численности, он подчеркнул, что смертность от наркомании снижается благодаря деятельности его ведомства. Представители системы здравоохранения приводят гораздо меньшие цифры. В России порядка 700 тысяч зарегистрированных больных наркоманией, заявил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн. Но эту цифру, по его словам, следует умножить примерно в 2,5 раза, чтобы учесть тех, кто не обращается за помощью к медицине. Что скажут наши медики о количестве наркоманов в городе, узнаем из следующего сюжета. Поэтому, уважаемые друзья, ждем от вас звонков с ответом на вопрос в вашем окружении. Есть наркоманы? 24-55-11. 17 дней назад у Юрия началась новая жизнь. Он осознанно отказался от наркотиков и согласился на длительный курс реабилитации. Задания по арт-терапии даются Юрию легче всего. Человек зависимый обращается с молитвой к высшей силе, к Богу о помощи, чтобы принять выздоровление, помощь. Таких, как Юрий, в лечебно-реабилитационном наркологическом отделении 17 человек. Все пришли сами, все лечатся бесплатно. Максиму 26 лет. Употреблять начал еще в школе. За 10 лет он успел попробовать все наркотики. Теперь пробует избавиться от зависимости. Полторы недели назад у меня жена родила дочку. Ну и в первую очередь это надо мне, чтобы жить трезво. Не умирать духовно и физически. И воспитывать дочку. Я их очень люблю. Они для меня все. Это мой смысл жизни. Для врачей-наркологов Магнитогорска последние три года стали поворотными. Широкое распространение получили синтетические наркотики. Последствия их приема ужасны. Лечение этих последствий крайне сложное. Любой даже кратковременно перенесенный интоксикационный психоз вызывает резкое снижение интеллекта и снижение психической деятельности в дальнейшем. То есть снижение памяти, мыслительных способностей, эмоциональной сферы. И в психическом плане человек становится неполноценным. Вместе с этим наркомания стала моложе. Из 950 человек, стоящих на учете в областном наркодиспансере, пятеро подростки. Это только те люди, которые попадали в поле зрения медиков. Точное число наркоманов неизвестно. Безумие это. Крайняя форма неугавляема. Рядом со своими собратьями по диагнозу, Алексей выглядит старичком. Его старше употребление наркотиков поражает. 25 лет. Были какие-то ремиссии, продолжительные. Но моя зависимость ждала меня сзади, ждала момента. И в один прекрасный. Я все равно продолжал употреблять. Трехпясочная реабилитация Алексея подходит к концу. Скоро он покинет стены лечебного учреждения. Но в течение пяти лет будет обязан регулярно показываться врачам. Медики отмечают, 30% пролечившихся здесь в течение года не возвращаются на прежний путь. Этой цифры магнитогорские наркологи гордятся. Но в статистике их, увы, есть и другие цифры. Пациент тех, которые возвращаются, это из общего числа где-то до 57%. К наркотикам возвращаются? К наркотикам возвращаются. Магнитогорская времечка в прямом эфире. Сегодня спрашиваем вас. В вашем окружении есть наркоманы? Да, и есть у вас еще, друзья, времечко для того, чтобы высказать свое отношение к этой проблеме. Рассказать, насколько актуальна она для города. Может быть, вообще нет такого явления, как наркомания в Магнитогорске. И зря бьют тревогу некоторые общественные организации. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, две трети россиян, это 68%, сегодня уверены, что в их окружении нет людей, употребляющих наркотики. О том, что среди их близких и знакомых есть наркоманы, сообщили 11% респондентов. А 19% опрошенных предположили, что такие легкие могут быть в их круге общения, но точно им об этом неизвестно. По мнению 37% опрошенных, наркомания является социальной проблемой и необходимо лечить общество в целом. А 31% респондентов считает, что лечение в первую очередь необходимо самим людям, принимающим наркотики. Еще 28% заявляют о необходимости изоляции наркоманов от общества, как людей, представляющих опасность. Мнение респондентов о том, следует ли применять смертную казнь к наркоторговцам, разделились практически поровну. Если 46% опрошенных выступают за данную меру наказания, то 43% против. Применение смертной казни чаще поддерживают 45-59-летние респонденты с начальным образованием и люди, имеющие знакомых наркоманов. Тогда как молодежь, скорее, считает это наказание слишком суровым. Впереди у нас короткая реклама, после которой продолжим общение. Напоминаю, вопрос сегодняшней программы. В вашем окружении есть наркоманы? Телефон студии 24-55-11. Магнитогорское время продолжает работу в прямом эфире. Телефон студии 24-55-11. Сегодня спрашиваем у вас, в вашем окружении есть наркоманы? Да, ждем, друзья, ждем ваших звонков и продолжим программу. В конце сентября состоялось очередное заседание общественной палаты Магнитогорска. На обсуждение была вынесена тема борьбы с наркоторговцами. Члены палаты выслушали председателя общественного антинаркотического комитета Александра Тишина. Свой доклад он назвал «Наркомания. Новые проблемы». Подробности далее. А я напоминаю, что сегодня спрашиваем у вас, в вашем окружении есть наркоманы? Ждем ваших звонков по телефону 24-55-11. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Председатель общественного антинаркотического комитета Александр Тишин отлично помнит лихие годы, когда достать синтетическую дурь, так называемые спайсы и соли, не составляло вообще никакого труда. Торговали наркотой открыто и нагло в киосках и магазинах. И, казалось, произволу не будет конца. Тогда созданный энтузиастами общественный антинаркотический комитет внес весомый вклад в борьбу с общим врагом. Это подтверждено статистикой. В 2012 году в городе более 300 притонов, в которых варили смертельное зелье, было обезврежено. Закрыто около 40 точек, в которых торговали наркотиками. В каждой из них при обыске было найдено по 2-3 тысячи пакетов с курительными смесями. Наркомания – это зеркальное отражение наших социально-болезненных проблем. Проблем нашего недоразвитого, варварско-криминального российского капитализма. Поэтому борьба с наркоманией – это важнейший рычаг решения всех других социально значимых проблем. Сейчас, так открыто, как раньше, наркотики уже не продают. Но этот преступный бизнес как опухоль. Его вырезали, но метастазы остались. Драгдилеры стали осторожнее. Они распространяют спасть через интернет при помощи так называемых закладок. Впрочем, по оценке Александра Тишина, полиция и ФСКН неплохо справляются с задачей. Крупных поставщиков наркотиков удается накрыть. Едва они проникают в город. Однако проблем остается масса. В основном это опийные наркотики, которые готовят в наркопритонах из маковой соломки и семян. Смертоносные зелья варят с использованием ацетона и уксуса. Получившуюся дурь колют вены. В результате наркоманы мрут пачками. Средняя продолжительность их жизни – 2-3 года. Но и правоохранительные органы не в состоянии эффективно бороться с проблемой, поскольку антинаркотическое законодательство в нашей стране оставляет желать лучшего. Причина этого – невозможность возбудить уголовное дело в отношении притоносодержателя и допустить это уголовное дело до разрядки, до судебного какого-то решения. Из своей практики я могу сказать, что примерно только при закрытии одного из десяти наркопритонов получается реально возбудить уголовное дело. Однако при тесном взаимодействии антинаркотического комитета и правоохранительных органов в январе-феврале этого года удалось добиться закрытия большинства притонов. Однако без системного подхода они вырастают, как грибы после дождя. На сегодняшний день, по словам Александра Тишина, известно о 15-20 подобных жилищах и о нескольких поставщиках мака. Если за весь прошлый год от передозировки наркотиками умерло 8 человек, в этом году также 8 человек уже погибли за период с января по август. Что это новая волна наркотического бума, пока не ясно. Магнитогорская времечка в прямом эфире и до нас дозвонился Георгий. Георгий в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, Георгий. Ну рассказывайте, в вашем окружении есть наркоманы? Ну могу лишь с особой такой долей подозрений сказать, что наверняка в моем окружении есть. Мне кажется, что на рабочем месте даже такие люди встречаются. Почему я так думаю? Потому что их очень достаточно просто распознать. Эти люди, как правило, очень странно себя ведут. У них затуманенные взгляды, красные глаза, как вот у быков. Очень, извиняюсь за выражение, тупят. Они прям очень стильно. То есть, ну я считаю, что есть основания полагать, что в моем окружении, да. А вот как, кроме таких каких-то явно выраженных признаков физиологических, а как они работают? То есть, как они вообще реализуют себя на рабочем месте? Ну, производительность труда таких людей, она очень низкая. То есть, какие-то, ну они, у них неисполнительность, совершенно исполнительность на низком уровне. Не внимательность. Очень ленивые. Вы знаете, Георгий, я, честно говоря, боюсь даже спрашивать, где вы трудитесь, поскольку, если руководство не обращает внимания на то, что среди членов коллектива сотрудников есть такие люди, и не надо нам и знать, где вы работаете, Георгий. Спасибо вам большое за звонок. Ну вот, Светлана до нас еще дозвонилась, но, к сожалению, не захотела она идти в прямой эфир. Не знаю, честно говоря, чего она испугалась, поскольку мы могли бы даже и не говорить, что она Светлана, сказали бы Марина, какая разница нам. У нее близкий родственник употребляет наркотики. И 30 лет она сказала этому человеку, молодому, из них 4 года он употребляет, и, видимо, она говорит синтетику. И лечение, собственно говоря, ну вот там цифры озвучивались у нас в сюжете, да, что там возвращаются к этому делу около 70, по-моему, там звучала цифра процентов. Видимо, да, да, и, видимо, не помогает и ее близкому родственнику. К сожалению, это так во многих случаях. Ну вот. Ну, наше время в прямом эфире подошло к концу. Мы благодарим всех, кто принял участие в нашей программе. Для чего мы затеяли вообще эту программу? Потому что надеемся, что и полиция, и наркополицейские, и общественники не допустят в Магнитогорске нового наркотического бума. А такая вероятность есть, поскольку вот Александр Тишин озвучил цифры, 8 человек уже умерло с начала года, ну, не дай бог продолжение такой статистики, горестной, надо сказать. Спасибо вам, друзья, за ваше внимание, и всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин